Здравствуйте! Спасибо за то, что смотрите нас сегодня. Спасибо нашим зрителям в студии и на прошлой неделе мы начали говорить на тему «От разрухи к восстановлению». Мы продолжим говорить об этом сегодня и на следующих неделях, поэтому запланируйте провести это время вместе с нами. От разрухи к восстановлению. Сатана всеми силами старается разрушить все в жизни на своем пути. Он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Это его цель. Это то, чем он поглощен 24 на 7. Он постоянно думает о том, как разрушить вашу жизнь. Как я уже говорил на прошлой неделе, запомните раз и навсегда, Бог не стоит за разрушениями. Бог их не вызывает и не создает. Это не входит его план. У Бога есть план, и даже когда сатана приходит разрушать, у Бога есть план. Он хочет все изменить. Он хочет вернуть вас из плена. В Библии полно истории о том, как люди Божьи переживали атаки врага, у них были свои враги, а в нашем случае это сатана. Когда враги атаковали их, если они были послушны Богу, Бог всегда менял ситуацию. Но он продолжает делать это и сегодня. Но наши враги это не филистимляне, а дьявол. Однако он действует так же, как филистимляне. Он постоянно пытается достать народ Божий. Итак, вам следует понять, что Бог не стоит за всеми этими атаками. Но он стоит за восстановлением. Он не только вернет вас из плена, но и восстановит все, что украл вас в рак, пока вы проходили трудности. Давайте еще раз прочитаем второзаконие 30 глава. Мы читали это в прошлом выпуске. Начнем со второго стиха. Вы вернетесь к Господу, Богу вашему. Просто не могу не остановиться здесь и не подчеркнуть еще раз. Если ваша проблема заставила вас отойти от Бога, то это ваша самая большая ошибка. Когда у вас проблемы, не бегите от Бога. Бегите к Богу. Удивительно, но когда христиане переживают какие-то атаки или сталкиваются с жизненными трудностями, то первое, что они делают, если, конечно, это не сильные утвержденные христиане, если они еще не зрелы в Господе, то они сразу же начинают удаляться от Бога, уходить из церкви и сторониться других верующих. Именно это сатана и добивается. Если вы так поступаете, то он добился своей цели. Итак, здесь сказано, что вы вернетесь к Господу, Богу вашему, а затем и во всем будете послушны Ему. Тогда Господь Бог ваш возвратит вам прежнее благополучие. Неужели вы не хотите, чтобы ваша ситуация изменилась? Неужели вы не хотите одержать победу в этой ситуации и оставаться победителем? Этого не будет, если вы будете дальше бежать от Бога. Вернитесь в церковь, вернитесь к слову, вернитесь к отношению с Богом. Не позволяйте дьяволу отговорить вас от ваших отношений с Богом. Если вы уйдете от Бога, то в вашей жизни не будет действовать сверхъестественная сила. Поэтому не делайте этого, вернитесь к Богу. Да, да, вернитесь к Богу, сделайте то, что следует. Возможно, вам нужно опуститься на колени и покаяться. Тогда скажите, Господь, прости, что я позволю дьявол обмануть меня, но я больше не позволю ему делать этого. Я возвращаюсь к тебе. А затем начните полагаться на Бога, а не на собственный разум. Откройте слово, узнайте, что оно говорит, начните провозглашать это. Пусть ваши мысли придут в согласие со словом, и Бог изменит вашу ситуацию. Я знаю, что Он сделает это, потому что Он делал это для меня много раз. А Он нелицеприятный. Итак, еще раз. Вы вернетесь к Господу Богу вашему вместе с детьми своими, совсем будете послушны Ему. Тогда Господь Бог ваш возвратит вам прежнее благополучие. В сочувствии к вам Он соберет вас. А в 9 стихе сказано, что Он не только вернет вас из плена, но и остановит атаки врага и вернет вам все, что было взято у вас во время этих атак. Это хорошая новость, не так ли? Это прекрасное обещание, слава Богу. Мне очень нравится, как звучит расширенный перевод. Он возвратит вам прежнее благополучие. Бог вернет все, что было отнято у вас. Уильям Вайн определил восстановление, как возвращать, компенсировать и снабжать полностью. Вот так сказал Вайн. Бог занимается восстановлением. Но за многие годы я понял, что когда Бог восстанавливает, Он не восстанавливает вас в первоначальном состоянии. Иными словами, если дьявол украл у вас тысячу долларов, то Бог не вернет вам тысячу долларов. Вернее, Он заставит дьявола вернуть вам тысячу долларов. Когда Бог восстанавливает, Библия говорит, что Он возвращает, как минимум, в два раза больше. Он удваивает то, что дьявол забрал у вас. Слава Богу! Разве это не прекрасная новость? Он удвоит то, что дьявол забрал у вас. А в притчах сказано, что вы можете ожидать семикратного возмещения. Как по мне, это звучит довольно неплохо. Но этого не будет, если вы будете в постоянном унынии, если вы будете в депрессии, будете все время говорить негативные вещи о своей жизни. Нет, это нельзя назвать возвращением к Господу. Это возвращение к тому, чего от вас хочет дьявол. Вам нужно противостоять ему, решить для себя, что последнее слово не за ним. Поэтому вы идете к слову и говорите дьяволу. Нет, Бог пообещал мне, если я вернусь к Нему и буду послушен Его слову, Он не только вернет меня из плена, остановит все эти атаки в моей жизни, но и вернет мне все, что было у меня украдено. Вам также нужно сказать, я ожидаю, как минимум, двойное возмещение. Аллилуйя! Аминь! Не меньше, чем двойное возмещение. Слава Богу! А если у вас достаточно веры, то ожидайте семикратного возмещения. Слава Богу! В моей жизни это происходило много раз, и позже я расскажу вам несколько примеров. А теперь давайте откроем книгу Иова. Иова, первая глава. Прекрасный пример того, как Бог может изменить ситуацию и вернуть все, что было украдено. Итак, Иова 1, 6. Нет, давайте все же начнем с первого стиха. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедливый, богобоязненен и удалялся от зла». То есть этот человек угождал Богу. Он ходил правильно и непорочно, и был праведным человеком. А в 6 стихе сказано, «И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господа. Между ними пришел и сатана, и сказал Господь сатане, «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане, «Обратил ли ты внимание твоего на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него?» Заметьте, что даже дьявол осознает, что успех, богатство и имущество Иова были результатом присутствия Бога в его жизни и Божьей работы. Дьявол говорит Богу, «Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дел рук его, ты благословил, но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» В английской Библии сказано, «Не проклянет ли он тебя прямо в лицо?» Сатана говорит Богу, «Ты сам благословил этого человека. Ты сделал его богатым. Ты благословил его дом и его семью. Но если бы ты забрал у него все, что ты ему дал, если бы ты обратился против него, он сразу же бы проклял тебя». Очевидно, сатана знал Иова не так хорошо, как ему казалось. Он думал, если Бог сделает все это, то Иова отвернется от Бога. Вот из-за чего все началось, и вам нужно это понимать. Когда вы переживаете атаки, то это сатана пытается заставить вас отвернуться от Бога. В этом была суть этой атаки. Сатана хотел заставить Иова отвернуться от Бога. Но, заметьте, что Бог сказал, что он этого не сделает. Он не собирался выступать против Иова или забирать у него все то, чем он его благословил. Он разрешил сатане искушать Иова, но запретил ему лишать его жизни. И сатана начал разрушать и уничтожать все, что было у Иова. Он принес хаос и уничтожил все, в чем Бог благословил Иова. Еще раз хочу заметить, что Бог это не делал. Вам важно понять, что не Бог атакует вас, не Бог крадет у вас, не Бог мучает вас, и не Бог мешает вам стать успешными. Бог за вас, а не против вас. Но у вас есть враг, и имя его Сатана. Это тот же самый дьявол, что упоминается в книге Иова. С того момента, каждый миг в жизни Иова происходил какой-то кризис. Многие люди, читая книгу Иова, думают, что в этих 42 главах рассказана вся жизнь Иова. Но это не так. Если вы изучите этот вопрос, почитаете разных теологов, то узнаете, что эти 42 главы описывают всего лишь 9 или 12 месяцев жизни Иова. Иными словами, это событие лишь одного года его жизни. Конечно же, это был самый ужасный год, который только можно представить. Думаете, у вас был плохой год? Прочтите это. О, вы не представляете, какой у меня был год. Да, прочтите Иова. Это худший год в истории. Но вот что самое главное. Хотя Сатана запустил серьезные атаки против Иова, и делал это целый год, он так и не смог заставить Иова отвернуться от Бога. А вы никогда не переживали всего того, что переживал Иов. Если Иов, несмотря на свою ситуацию, так и не отвернулся от Бога, то и вы не должны это делать. Аминь. Бог прорвался к Киеву, когда он избавился от негативных голосов, перестал слушать всех подряд и начал возвращаться к вере. В 42-й главе Иова сказано. Давайте прочнем это вместе. Я не хочу, чтобы вы подумали, что я это выдумал. Я хочу, чтобы вы увидели это своими глазами. Иов 42. Когда Иов вернулся к своей вере, в 10-м стихе сказано, «Возвратил Господь потерю Иова, когда Он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что Он имел прежде». Если вы вернетесь в первую главу, то найдете там перечень имущества Иова до атаки дьявола. А в 42-й главе перечислено то, что Он получил, после того, как Бог вернул его потерю и восстановил его. И вы увидите, что это ровно в два раза больше. Бог вернул Иову в два раза больше, чем то, что сатана украл у него. И вы должны знать, что Бог и сегодня занимается таким же восстановлением. Что бы ни произошло в вашей жизни, какой бы разрушительной она ни казалась на данный момент, как бы вам не было плохо, и как бы ни было сложно подниматься каждое утро и жить дальше, вы должны знать, если вы будете стоять в вере, если вы будете верить Богу, Его Слову, и решите для себя, что не хотите слушать ложь дьявола, то это еще не конец. Выход есть. Его имя Иисус. И я верю, если вы вернетесь к вере в Него и решите для себя доверять Богу, тогда выход придет и в ваш дом. Аллилуйя! Он возвратит ваши потери, восстановит вас. И Он даст вам, как минимум, двойное возмещение, если вы осмелитесь поверить в это. Скажите аминь на это. Слава Богу! Прославьте Господа за это. Аминь! Еще раз вернемся во Второзаконие 39. В расширенном переводе сказано, «А Господь даст тебе избыток и преуспевание в каждом труде твоем». Избыток и преуспевание. Иными словами, сатана думал, что заполучил вас, но Бог говорит, что это еще не конец, потому что Он еще не сказал свое последнее слово. А когда Он скажет свое последнее слово, Он даст вам избыток и преуспевание. В Псалме 55, 1-9 сказано, «Когда страшно мне, я уверен. На тебя уповаю и тебе доверяю. На Бога обещаниями, которого хвалюсь я. На Бога уповаю, полагаюсь, уверенно рассчитываю и ничего не боюсь. Отступят от меня враги мои. Стоит мне лишь к Богу воззвать. Бог за меня, и я знаю это». Обратите внимание, каким позитивным стал псалмопевец, когда сказал, что будет уповать на Бога. Он сказал, «Я положусь на Него, я уверенно рассчитываю на Него. Мой разум не понимает, как Бог это изменит, я не понимаю, как Он это сделает, но я полагаюсь не на свой разум и не на свое понимание, я полагаюсь на Бога и на Его Слово». Затем сказано, «Отступят от меня враги мои. Откуда я это знаю? Бог за меня, вот откуда я это знаю». То же самое нужно делать и вам. Даже если сегодня утром вы проснулись в депрессии, вы чувствуете себя подавленными, вам кажется, что выхода нет, но вы включили свой телевизор, а тут я, аллилуйя, рассказываю вам о том, что Бог может восстановить вас. Надеюсь, что это придало вам уверенности и мужество, энергии и вдохновления. Надеюсь, теперь вы полны верой, можете сказать дьяволу, «С меня хватит, ты больше не имеешь власти над моей жизнью. Эта жизнь принадлежит мне и Богу. Бог на моей стороне, Он за меня, а не против меня. И во имя Иисуса я решил в своем сердце, что я выйду из этой ситуации. Бог возвратит меня из плена. Он вернет и восстановит все, что ты украл. Дьявол, тебе конец, твое время вышло. Аминь. Вот как вы должны себя вести. Но не делайте это лишь потому, что я попросил вас об этом. Когда та программа закончится, вы останетесь один на один со своей проблемой. Точнее, вместе с вами будет Бог. Но вам нужно стать группой поддержки для самого себя. Поставьте себя перед зеркалом, посмотрите на себя и скажите, «Ты!» и назовите свое имя. Ты больше не будешь так жить и мириться с этим. Ты не будешь жить в поражении. Ты будешь не жертвой, а победителем, потому что Бог на твоей стороне. А если Бог на твоей стороне, то никто не может успешно выступать против тебя. Слава Богу! Нужно время от времени говорить так с самим собой. Аминь. Слава Богу! Поэтому делайте это. А если нужно делать это весь день, делайте это весь день. Оно того стоит, потому что так вы даете Богу то, с чем Он может работать. Слава Богу! Давайте прочитаем Псалом 79, стихи 4, 8 и 20. Трижды в этом псалме «Господи, восстанови нас снова!» Восстанови нас снова! Восстанови нас снова! А что значит, что сколько раз бы Бог не восстанавливал вас в прошлом, Он может сделать это снова? Аллилуйя! В моей жизни восстановление происходило много раз, и я верю, что если бы оно понадобилось мне сегодня, мой Бог верный, Он восстановил бы меня снова. Я хотел сказать об этом, чтобы у вас не сложилось мнение, что у вас есть всего один шанс на восстановление. Он может восстанавливать вас снова и снова и снова. Восстановление Его людей – это то, чем Он занимается постоянно. А теперь давайте откроем Исаия 42. Исаия 42 глава. Начнем с 18 стиха. «Слушайте, глухие, и смотрите слепые, чтобы видеть, кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой, Мною посланный, кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа». Иными словами, Бог говорит, «Я посылал к вам моих пророков, которые должны были быть моими устами у вас». «Я хочу сказать вам что-то, но мои пророки духовно слепы и глухи. Они не видят и не слышат, что я хочу делать». И в результате этого 22 стих «Народ разрозненный и разграбленный». Иными словами, когда вы не слышите Слово Божие, сатана будет грабить вас, он будет обуровывать вас и держать вас в плену. То есть Бог хочет, чтобы его слуги были всегда на стороже и могли говорить то, что он хочет говорить. Посмотрите, что еще сказано в 22 стихе. «Но это народ разоренный и разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделали из добычи и нет избавителя, ограбленные, и никто не говорит, отдай назад». Можно сделать вывод, что Бог хотел восстановить тех людей, но проблема в том, что его пророки были духовно нечувствительными, и они не слышали, что говорил им Бог. Поэтому они не говорили людям, что Бог желает восстановить их. И как результат, люди оставались разоренными и разграбленными. Позвольте мне стать для вас Божьим пророком сегодня, Божьими устами, так сказать. Вот что Бог говорит вам. «Я хочу принести восстановление в вашу жизнь». Бог хочет восстановить вашу жизнь. Какой бы разрушенной она ни была, Бог желает восстановить ее. Если бы в Библии был всего один стих о том, что Бог желает восстановления, того этого было бы вполне достаточно. Но я показал вам более одного стиха, и вы должны были уже усвоить для себя, что Бог хочет восстановить вашу жизнь. Заметьте, что здесь сказано, «И никто не говорит, отдай назад» или «восстанови». Не только я должен говорить вам о восстановлении, но и вы сами должны говорить это. «Прохаживаясь по своему дому или на дороге, на работу и обратно, вы должны говорить, «Бог восстанавливает мои потери, Бог восстанавливает мою жизнь». Ну же, скажите это. «Бог восстанавливает мои потери, Бог восстанавливает мою жизнь». Богу нужно с чем-то работать, и вы даете ему материал для работы, когда провозглашаете его слово. Бог желает восстанавливать, но пока вы говорите о том, как все ужасно, он не может принести восстановление. Но если вы будете говорить это, если понадобится даже целый день, я не перестаю повторять это, потому что бывают ситуации, когда нужно говорить это весь день, чтобы закрыть дьяволу рот. У меня были случаи, когда я закрывал вам рот, но он тут же возвращался, и мне приходилось говорить снова и снова. Иногда он будил меня посреди ночи, говорил никогда и ни за что, и тогда я вставал, брал Библию, провозглашал слово, пока он не затыкался. Слава Богу! Поэтому и вам нужно начать говорить, «Бог восстанавливает мои потери, Бог восстанавливает мою жизнь». Аллилуйя! Продолжайте говорить это, а если кто-то говорит что-то другое, то притворяйтесь глухим. Если вы не хотите говорить это при всех, то выйдите куда-то и скажите «взлух». «Бог восстанавливает мои потери, Бог восстанавливает мою жизнь». Иногда это нужно сказать тем людям, которые говорят негативные вещи, чтобы тем самым закрыть им рот. Просто скажите, «Если вам нравится так говорить, то говорите, но я не собираюсь это слушать. Я буду говорить то, что говорит слово». «Бог восстанавливает мои потери и восстановит мою жизнь». Аллилуйя! Аминь! Они либо присоединятся к вам, либо уйдут. В любом случае вы выигрыши. Аллилуйя! Слава Богу! Итак, еще раз. Бог хотел восстановить, но ему нужно было, чтобы кто-то озвучил это. Бог хочет восстановить, но он хочет, чтобы вы заговорили об этом. Слава Богу! Скажите аминь на это. Псалом 65, 12 стих. О, это просто восхитительно! Давайте откроем это вместе. 66-й Псалом, 12 стих. «Ты позволил конникам попирать нас. Мы прошли сквозь огонь и воду, но ты нас вывел к месту изобилия». Мне нравится говорить так. «Мы прошли огонь и воду и медные трубы, но теперь наша очередь побеждать». Аминь! Еще раз этот стих. «Мы прошли сквозь огонь и воду». Речь об израилетянах и обо всем, что им пришлось пережить, пока они были в рабстве в Египте. Но ты нас вывел к месту изобилия. Знаете, о чем это говорит мне? Что бы вы ни проходили сейчас, на другой стороне вас ждет место изобилия. Что бы вы ни проходили сейчас, на другой стороне вас ждет победа, избыток, исцеление, избавление и свобода. Вам нужно смотреть на все глазами веры. Когда проходите через трудности, не преувеличивайте эти трудности, а смотрите сквозь них на другую сторону, потому что там вас ждет место изобилия, место победы. Слава Богу! Именно туда Бог хочет отвезти вас. Я вас еще не убедил? Пусть Слово Божие станет для вас наивысшей инстанцией, а оно говорит, что Бог желает возместить ваши потери и восстановить вас. Итак, если вы хотите пережить восстановление, серьезные перемены и прорыв в своей жизни, то, во-первых, измените то, что в вашей голове, а потом измените то, что в ваших устах. У вас всего этого не будет, если вы продолжите думать и говорить негативно. Вам придется заменить то, что в вашей голове, Словом Божиим. Замените свои слова Словом Божиим. Я хочу, чтобы вы развили привычку говорить, Бог возвращает мои потери, Бог восстанавливает мою жизнь. В Римлянам 4.17 Библия призывает нас называть несуществующее, как существующее. Вот что вы делаете в этом случае. Вы провозглашаете Слово Божие над своей ситуацией, поэтому начинайте думать и говорить, Бог возвращает мои потери, и Бог восстанавливает мою жизнь. Спасибо за внимание. Увидимся через неделю. И не забывайте, ваша вера победит мир.